Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Юлия на канале о вязании. Сегодня я хочу вернуть на свой канал рубрику «Испытание времени». В этом видео я буду вам показывать пряжу, показывать изделия, которые были связаны из этой пряжи, которые я носила, стирала в машинке вручную, рассказываю, как они себя показывают по истечению времени, по истечению носки, стирки в машинке или ручной стирке, еще раз повторюсь. Ранее у меня была эта рубрика, но как-то я забросила это дело, но понимаю, сейчас это очень актуально. Много запросов поступает мне рассказать, как вещи выглядят после носки, связанные из определенной пряжи. Так что по вашим многочисленным запросам эта рубрика возвращается на мой канал. Я думаю, что раз в месяц будут выходить подобные видео. Так что если вам интересно узнать о пряже «Элизе Альпака Твит» больше, то, пожалуйста, смотрите это видео до конца, ставьте пальчики вверх и обязательно подписывайтесь на мой канал. Не забывайте его заподписаться, нажимать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых видео. Сейчас заявлено только два цвета, то, что я смогла найти, но я вязала еще из коричневого цвета. Вот он есть, я тогда вам подпишу, когда буду говорить об этом изделии. Что представляет из себя пряжа «Элизе Альпака Твит»? Какой у нее состав? 15% шерсть, 15% альпака, 5% вискоза и 65% акрил. Как по мне, пряжа колется, но слегка. Колкость терпимая. Я могу носить свободно плечевые изделия в виде джемпера или свитера из этой пряжи. Пряжа теплая, мягкая, приятная к телу. Она идеально подходит для вязания теплых зимних и осенних изделий. Это находка, вот серьезно. Это моя любимая пряжа. Пряжа средней толщины, что позволяет вязать разные изделия. И бактусы, и шерфы, и джемпера, кардиганы, шапки, возможно. Легко вяжется, не путается, нить не расслабится. Также она красиво ложится в любой узор. Пряжа для вязания приятна на ощупь, шелковистая. Она совсем не колется. Детям я бы вязала именно кардиганы, но не джемпера. Для Дианы, для моей старшей дочки, это бы пряжа не подошла. Так как колкость есть, ну, минимально, как я сказала. Я уже проговорилась, да, что пряжа моя любимая. Но изделия я буду показывать, как они есть. Ничего не скрывая, ничего не срезая, не удаляя. Ну, понимаем, да, о чем я говорю. О скатке пряжи все буду показывать, как есть. Я заказывала недавно вот эту упаковку пряжи. Понимаю, если я заказываю повторно, значит, мне пряжа зашла. Заказа в магазине вязанка. Ссылочку на этот магазин я оставлю внизу в описании под видео. Потому что именно этот магазин меня познакомил с этой пряжей. Спицы нам рекомендуют от 4 до 5. Скажу вам с уверенностью, что можно вязать джемпера на спицах номер 5. Но, смотря какая у вас плотность вязания. Если вы вяжете рыхло, то я бы рекомендовала все-таки взять спицы 4,5. Если достаточно так туго, то, возможно, даже 5,5. Крючок рекомендуют от 2 до 4. Весит моток 100 грамм, имеет 250 метров. Это цвет 60. Я заказывала пряжу вот именно этого цвета, чтобы связать себе очередной джемпер. И это у нас светло-серый цвет. Здесь крапления бежевые, черные, светло-коричневые. И это цвет 684. Из этой пряжи в комбинации с Элизе Лана Голд Классик я вязала кардиган для своей мамы. К сожалению, я показать его не смогу, так как у меня его нет. Но я знаю, что с ним все замечательно. Он не растянулся, хотя кардиган достаточно объемный получился, длинный. Мама стирает в машинке автомат. Носит его на работу. Работает в магазине. Стоит в нем за прилавком. То есть он постоянно в работе, можно так сказать. И он идеально выглядит. Смотрите, светлый цвет, но хорошо отстирывает. Пряжа неубиваемая. Это однозначно. Здесь есть вискоза. Из-за этого пряжа хорошо драпируется. Мне это очень нравится. Она мягкая, она приятная. Я ношу вот этот джемпер. Могу на нижнее белье. Могу на футболку надевать. Но мне в нем тепло, мне в нем комфортно. Почему я также решила записать это видео? Мне недавно написали, что как может нравиться эта пряжа, так как это сплошная синтетика. Смотрите, здесь 15% шерсти, 15% альпаки и 5% вискозы. Да, здесь 65% акрила, но он совсем не чувствуется. И когда мы вяжем с этой пряжи, он не скрипит. Конечно, если вы прям не очень сильно плотно провязываете петли. Если вы прям, что они сами начинают скрипеть, то да, возможно. Но если у вас нормальное натяжение нити, все замечательно, все хорошо. Здесь рекомендуют ручную стирку, но я могу вам рекомендовать стирать машинки автомат, ничего не будет. Но, есть, конечно же, но, смотря какая у вас машинка. За все машинки автоматы я ручаться не могу. Но у мамы одна машинка автомат, у меня совсем другая. И все хорошо. Поэтому, в принципе, можно стирать машинки автомат. Это облегчает нашу жизнь, сушку и все остальное. Я сушу изделие, ну, отжим ставлю тысячу оборотов. Ставлю быструю стирку и никогда не ставила деликатную ни шерсть. Никогда. У меня это всегда с всеми вещами стирается одежда, вязаная из этой пряжи. Это или быстрая стирка, получаса и отжим 800 или 1000 оборотов. Или же хлопок. В большинстве случаев я ставлю его режим хлопок. Ну что, вы готовы? Теперь я хочу показать вам изделие, как они выглядят после многочисленного использования. Первое, что было связано именно для меня, это был шарф. Шарф у меня длиной 2 метра 20 сантиметров и шириной 45 сантиметров. Я подпишу вам цвет, это темно-серый цвет, мой любимый, он мне очень понравился. И этот шарф я ношу с большим удовольствием. Прям с очень большим. Он греет, в нем тепло. Я его оборачиваю, фиксирую брошкой и все замечательно. Вот так выглядит. Полотно после многочисленной носки, после одной стирки, так как это шарф, я часто шарфы не стираю. Вязала прошлой зимой и все замечательно. Пряжа не скаталась, пряжа не растянулась. Вязала рисом, двойным рисом. Вот так выглядит изделие. Пряжей этой я очень довольна. Видно вам вот этот ворс альпаки. Я думаю, что видно. Эти крапинки гармонично выглядят на сером цвете. Покажу вам в всей красе. Я думаю, что разворачивать не имеет смысла, так как это цельный шарф. Нет ничего здесь необычного. Видите, хорошо драпируется, легкая. Насколько я помню, ушло 5 мотков или 4. Уже точно не скажу. Но классно выглядит. Я довольно ношу его с большим удовольствием постоянно. И вот снова начинается сезон холодов. Уже его носила и буду носить на постоянной основе. И знаю, что с ним все будет хорошо. Так, это одно изделие. Цвет подписала вам. Дальше я показываю вам свой джемпер. Перед ним из этого цвета я вязала свитер для своего отца. Я оставлю вам фото. Тоже стирают машинки автомат. Все замечательно, все хорошо. Я вязала узором. У меня есть мастер-класс, называется свитер Техас. Вы можете связать что-то подобное. Модель универсальная. Она подходит как для женщин, так и для мужчин. Ну и я хочу вам показать. Покажу вам фотографию, как он сидит на мне. Но, дорогие мои, я ношу его каждый божий день. Каждый божий день. С утра его надеваю и снимаю уже вечером, когда иду спать. Понимаете, стираю часто, не так, как шарф. Постоянно стираю машинки со всеми вещами. Здесь вставка из бобильной пряжи. Так что я прошу не обращать внимания на эту вставку. Пряжа видно, что скатывается. Но вам, возможно, не очень видно. Хотя она не сильно скатывается, но все равно. Такой будет небольшой анонс. По этой модели я планирую снять подробный мастер-класс, только уже из другой пряжи. Тоже в составе есть вискозы. Хочу ее испробовать, потом о ней вам рассказать. Это пряжа Yarnart Milano. Тоже новинка уже этого сезона. Вот мои рукава. Ношу под верхнюю одежду. Ношу дома просто так. И, как вам видно, ничего... Извините, это цветов. Сухоцветы мои. Как вам видно, все хорошо. Пряжа не скаталась. Петли отлично выглядят. Но есть одно но. Это нормально. Ничего в этом страшного нет. Я показываю вам манжеты. Манжеты, это постоянно они контактируют с какой-то поверхностью. Показываю вам манжеты. Так, чтобы вам внутреннюю сторону показать. Вот здесь убавки и вот манжеты. Видно вам что-либо? Ну, вот здесь слегка, немного. Как бы вам так? Даже? Хочу вам сказать, что ничего не видно. Слегка. Вот прям слегка. Хочу вам показать, как есть. Нужно встать мне. Ну да, вот вам видно. Вот это максимум, что с ним случилось. Ношу его с весны. Летом надевала, когда вечерами было прохладно. Весной носила тоже постоянно. И вот уже у нас осень. Тоже ношу его каждый день. Вот это максимум. Вот это максимум, что с ним случилось. Вот и все. Показываю вам боковую часть. Вот у меня имитация бокового шва. Вот что с ним могло максимум случиться. Ничего. Я считаю, что в принципе ничего не случилось. Есть низ изделия. Тут бы я немного поубирала. Вот. Покажу вам. Но это все легко убирается. Можно немного ножничками подрезать. Вот так. Но по сравнению с пряжей Drop Sky, это небо и земля. Можно сказать, что эта пряжа вообще не катается. Вот. Очень быстро, легко убирается. Но я ни разу еще не убирала. Это за всю носку я вам показываю, что случилось. Это все как есть. Я считаю, что пряжа заслуживает вашего внимания. Она потрясающе смотрится в изделии. Как только я появляюсь на канале, или в прямом эфире, или видео снимаю, где я присутствую непосредственно в видео, в этом джемпере у меня сразу спрашивают, есть ли мастер-класс, из какой пряжи вязала, какой цвет. Она великолепно смотрится. Серьезно вам говорю. Так что если вы думали, решались на эту пряжу, я рекомендую вам попробовать. Если вы вообще никак не переносите колкость, возьмите эту пряжу на кардиган. Не пожалеете. В носке замечательно стирать можете в машинке. Это хорошо, когда осень, когда нет времени сушить долго. Вы хотите поставить машинку на отжим 1000 оборотов, достать полусухое изделие, бросить там на батарею или на сушилку, и у вас уже утром изделие сухое. Это замечательный вариант. Пряжа неубиваемая. Поэтому я вам рекомендую эту пряжу. Пробуйте. Разные цвета. Есть один огромный минус. Есть один огромный минус. То, что в палитре мало цветов. Хочется больше оттенков. Хочется это однозначно. Вот это для меня огромный минус. То, что есть незначительные скатывания, это ничего по сравнению с другими пряжами, например, как Drop Sky. Там тоже есть акрил, там тоже есть альпака, но скатывается она, дай Боже. Могу вам тоже сделать обзор и на пряжу Drop Sky. Так что пишите, хотите ли вы обзор на эту пряжу. Покажу вам изделие. У меня сколько? Три изделия связаны из этой пряжи. Обязательно вам покажу. Вы увидите. На этом я заканчиваю видео испытание временем. Думаю, что вам информация была полезна. Думаю, что я смогла вас заинтересовать этой пряжей. Напоминаю, что вы можете заказать ее в магазине Вязанка. Ссылочка будет внизу в описании под видео. Желаю вам вдохновения, желаю вам моря, счастья. Помните, что вас люблю, ценю. И всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok